Я люблю свою маму. Она у меня самая лучшая. Правда, мы не так часто видимся в последнее время. Мама занята. Ой, я забыла сказать, как меня зовут. Я Кли. Вот. Мама занята и за мной часто присматривает Джин. Между прочим, благодаря маме я смогла делать свои любимые прыг-скок-бомбы, которые умеют всё. Да, именно мама мне подсказала, что делать. А? Разве я не говорила, что сама научилась делать свою любимую игрушку? Ну, где-то сама, а где-то мне мама помогала. Мама тоже любит делать прыг-скок-бомбочки. Та-та-да! Мою маму, кстати, зовут Алиса. Она любит всё взрывать, прямо как я. Хе-хе-хе-хе-хе. Ммм, что бы такого мне сделать? Может, ещё одну игрушку, которая будет взрываться, как фейерверк? Она будет отличным подспорьем против монстров. Да, пора заняться алхимией. Будет мощно. Чем бы мне заняться? Поиграть хочется. О, мама! Кли, привет. Ты чего такая грустная? Я играть хочу, мамочка, но я не знаю, во что поиграть и с кем. Да? О, Кли, а хочешь, мы с тобой сделаем одну необычную игрушку? Игрушку? Ага. Давай-давай, я хочу сделать её. Научишь меня, мама? Хе-хе-хе. Конечно. Давай начнём, Кли. Вперёд-вперёд! Сначала мама связала маленькую игрушку. Это был небольшой шарик с глазками, носиком, ротиком и милыми ушками. Зверёк словно прятался в красной кастрюльке. Хе-хе. А затем мы с мамой стали творить волшебство с помощью алхимии. Ух ты! Скоро всё будет готово. Осталось чуть-чуть. Вот так. Игрушка готова. Смотри, Кли. Надо же, какая милая игрушка получилась. Здорово! Спасибо, мамочка. Не за что. А теперь давай мы её запустим. Запустим? Ага. Пойдём на поляну. Пошли. Мы с мамой отправились на полянку и решили запустить нашу игрушку. Ну что, ты готова, Кли? Ага. Готова. Давай. Игрушка вперёд! Раз, два, три! И тут произошёл взрыв! Я увидела маленький фейерверк. Я была так рада. Это был приятный сюрприз. Ух ты, ух ты! Что это было, мама? Это фейерверк? Ха-ха-ха. Ага. Как тебе? Мне... Мне понравилось! А можно ещё одну такую игрушку сделать, а, мама? Конечно, можно. Я сама полюбила такие игрушки. Правда? Тебе они тоже нравятся? Ага. Знаешь, как я придумала такие взрывные игрушки? Как? Расскажи, мамочка! Однажды я встретила Эмбер. Она держала в руках своего ворона-зайчика. Я спросила Эмбер, что это за игрушка. И она мне рассказала и показала. Это была непростая игрушка. Зайчик умел взрываться. Этого зайчика Эмбер использует против врагов. Я подумала. И решила создать нечто подобное. Так я стала делать свои взрывающиеся игрушки, которые эффективны против врагов. Ооо, вот как! А ты давала имена игрушкам? Иногда я могу дать имя. Например, Бум Пушистик. Забавно. Я бы тоже хотела дать имя игрушке. Правда? Тогда давай мы сделаем такую же игрушку, что была. И ты дашь ей имя. Давай! Ооо, я знаю, как назову ее! Она так забавно прыгала! Я назову ее... Эм... Ооо, прыг-скок-бомба! Хе-хе, да! Хе-хе, здорово! Кстати, ты можешь сходить в библиотеку и взять у Лизы книжку про алхимию. Или я тебе ее принесу, если не буду занята. Она тебе пригодится. Знаешь, что можно придумать с помощью алхимии? Что, мама? Практически все, что угодно. Ты отличную игрушку сделала. Ты быстро научишься. У тебя получится клик. Хе-хе-хе, спасибо, мамочка! Моя мама не только делает взрывные игрушки. Она может связать обычные игрушки. Например, додока, который у меня есть, связала мама. Я храню эту игрушку и ношу с собой. Вот. Однажды мама думала, какой подарок сделать для меня. Мне так хочется еще чем-нибудь порадовать Кли. О, я знаю. Я сделаю для нее маленькую игрушку, которая не будет взрываться. Она будет очень милой. Моей доченьке должно понравиться. Приступлю! И вскоре мама связала игрушку. Получился тот самый додока, что рядом со мной. Пушистенький зверек с хвостиком, который мило смотрел на меня. Хе-хе-хе. Кли, иди сюда. Я иду, мама. Я кое-что сделала для тебя. Смотри. Ого, какая милота. Это игрушка? Ага. Это тебе, Кли. Подарок от меня. Я ее сама сделала. Она не взрывается. Всегда помни, что ты не одинока. Ты не останешься без друзей. У тебя они будут. Если тебе будет одиноко, можешь поговорить с ней. Носи игрушку с собой. Береги. Играй. Я буду-буду. Спасибо большое, мамочка. Додока. Не за что. Надо придумать имя этой игрушки. Только какое? Хм. Пры-ка-е-е-е-е-е-е. Нет, не то. Ди-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Видишь, тебе она понравилась. Да, Додока, пойдем, я тебе покажу свои бомбочки. Их у меня полно. Когда мама приходит ко мне, мы с ней стараемся сделать все-все-все, чтобы быть вместе. Мы можем погулять, можем поиграть, можем порыбачить. Мама обожает рыбалку, как и я. Глушить рыбу – это наше все. Будем рыбачить, Кли? Да-да-да-да, будем, мама. Хорошо, берем. Нет, не удочки, а наши бомбочки. Бомбочки, прикскокбомбочки, специальные для рыбалки. Будем глушить рыбу. Мы с мамой пошли к ближайшему озеру и стали рыбачить. А как мы это делали? Мы бросали бомбочки. У мамы они были невероятно крутыми. Только у мамы самые лучшие прикскокбомбочки. Рыбка, сейчас ты пойдешь к нам вместе с компанией. Кли, ты готова? Ага, готова. Раз, два, три. Бросаем! Бум-бум-бак-да! Опа! Ух ты! Какой улов! Рыбка к нам летит. Рыба-рыба-рыба! Здорово! Мы угостим всех. Приготовим вкусный обед. Можем Эмбер пригласить или же Альбедо. О, можно! А кого мы еще пригласим? Можно и Джин. Хотя, наверное, не стоит. Ой, не надо, мама. А то она любит меня запирать одну. О, да. Она бывает строгой даже со взрослыми. Однажды она меня тоже заперла. Причем я сидела больше недели в заперти. Ничего себе! А почему так вышло, мама? Я просто хотела исполнить трюки с помощью планера. Всем понравилось. А вот Джин, когда увидела меня, сказала мне, Алиса, мне придется с тобой поговорить. И я, наверное, дней десять провела заперти. Не могла выйти на улицу. Так что с тех пор я стала избегать Джин. Главное правило. Когда ты что-то взрываешь или делаешь трюки на планере, видишь Джин, бей тревогу. Ты помнишь его, Кли? Конечно помню! Вот. Так что будь осторожна рядом с Джин, Кли. Ах, не любит она шалостей. Не любит. А ведь внутри каждого из нас есть маленький ребенок. Вот он во мне и играет. А когда я вырасту, я тоже буду веселой и игривой, как ты, мама. Хе-хе-хе-хе-хе, конечно. Ура! Додока, ты слышал? Я буду веселой и игривой, когда стану взрослой. Видишь, какая мама у меня. Она сказала, что внутри нее играет маленький ребенок. К тебе он тоже играет? А? Ты хочешь прыгать? Хе-хе-хе-хе. Ой, забавный. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok